Добрый день! И давайте разберемся с рыбками, с которыми у вас не очень получается. Вы все правильно сделали и у вас получается, что смещается монтажная область. Что нам сейчас нужно сделать? Например, вот эту рыбку скопировать так, чтобы вот этот обрезанный хвостик был вот здесь. Соответственно, что мы делаем? Выбираем рыбку, нажимаем Ctrl-C, Ctrl-B, Ctrl-C скопировал, Ctrl-B вставил на то же самое место, на слой ниже. Не на слой ниже, а на уровень ниже. И теперь по оси, это у нас с вами Y, это у нас ось X, нам нужно сместить налево на 100. На 100, потому что размер артборда. Судя по всему, размер монтажной области у вас не равен 100. Давайте посмотрим, какого она у вас размера. Вот они сверху параметры. Посмотрите, ширина 130 на 130. Соответственно, нам нужно выбирать не 100, а 130, размер нашего квадратика, который мы с вами сделали. Еще раз выбираю рыбку. Только рыбку инструментом, черная стрелочка, выделение. Выбираю нашу с вами рыбку. Вот он мой X, и я к нему говорю минус 130. И вот она моя рыба встала на правильное место, которое нам нужно. То же самое с этой рыбкой. У нас, так, здесь она не повторится. Вот эта рыба повторится, смотрите. Ctrl-C, Ctrl-B, и опять налево. Соответственно, ось X минус 130. Вот она, смотрите, у вас пересекается с этой рыбкой. Так, это что-то лишнее у вас тут. Так, теперь вот эта рыба, мы ее будем двигать направо. Давайте сразу две подвинем, одна и вторая. Ctrl-C, Ctrl-B, двигаем с вами направо. Соответственно, мы по оси X даем плюс, плюс 130. И вот здесь уже нужно, например, вот эти две рыбы немножечко приопустить, потому что они одна на другую находят. Если вдруг по какой-то причине, например, у вас небольшой экран, и пропадают вот те настройки, которые я показываю, то окно настройки «Трансформирование». У вас вылезет отдельная панелька, она дублирует то, что мы видим сверху. И вот здесь останется X и Y. И вы сможете туда добавить. Артборд, монтажную область выбирать не нужно. Нужно выбрать только объект, который мы с вами хотим перенести. И абсолютно все то же самое будет с рыбками, которыми мы будем переносить по оси Y. Соответственно, вверх-вниз. Ctrl-C, Ctrl-B. И вот она наша с вами. Давайте здесь сделаю ось Y, поскольку у нас квадрат. Здесь работает обратный принцип. Для того, чтобы перенести наверх, нужно написать минус. Для того, чтобы перенести вниз, нужно написать плюс. Ну, такая вот обратная логика. И то же самое с этой рыбкой. Ctrl-C, Ctrl-B. И вот уже здесь, вот к оси Y. Соответственно, прибавляем 130. Почему 130? Потому что размер вашей рабочей зоны 130. Потому что вы такую сделали монтажную область. Была бы она у вас 100, тогда бы мы прибавляли 100. Об этом я говорила в самом уроке. Ну, и все. Теперь вы все это радостно. Создаете прямоугольничек. Точнее, квадратик. Размером он у вас получится 130 на 130. Можно вот здесь поправить. 130 на 130. Вот. Ну, потому что монтажная область 130 на 130. И он будет 130 на 130. Убираем у него цвет. Правой кнопочкой мыши монтаж на задний план. Вот оно у нас все с вами выбралось. Выбралось. И теперь мы можем это все с вами взять. Перетащить. И проверить, что же у нас с вами получилось. Давайте сейчас заливочку. Оп. И вот они, наши рыбки, поплыли. То, что вот иногда возникают какие-то полосочки, это программа при удалении или при приближении. Вот видите, там на рыбке полоса. Но когда мы ее приближаем, ее нет. Это просто она так отображает принт. Но по сути, вот и получился бесшовный. Попробуйте, пожалуйста, еще раз то, что я вам показала. Я уверена, что у вас получится. Не дергайте монтажную область. Выбирайте именно объект черной стрелочкой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!